Строительство новых школ, детских садов и создание региональных центров, которые обеспечат качественное и доступное образование детям с ограниченными возможностями здоровья. Воспитание будущего поколения – залог успешного развития региона. Об этом на встрече с общественностью говорил Дмитрий Миронов. В планах областных властей – развитие дополнительного образования. Уже традиционным стал Всероссийский форум для одаренных детей будущие интеллектуальные лидеры России, который проводится именно в Ярославле. Регион – активный участник движения «Волтскилс Раша». Наша область – одна из пяти пилотных регионов, где реализуется проект подготовки рабочих кадров на основе дуального образования. Работать власти планируют вплотную с экспертным сообществом. Насколько это будет реализовано, а не останется на словах и на бумаге, это, в общем, зависит не только от областного руководства, но прежде всего от нас. И мне думается, что, по крайней мере, те люди, которые сегодня здесь собрались, они понимают ту меру ответственности, которая лежит на них. Есть место в стратегии развития области и культуры. Совсем недавно правительственную поддержку получила выставка Илья Ефимович Репин и ученики. Благодаря этому до 18 декабря ее можно посетить бесплатно. Глава региона поручил правительству проработать вопрос запуска социальной акции, которая должна обеспечить равную доступность для ярославцев ярких культурных событий. Чтобы жители нашего региона могли посещать выставки, спектакли, цирковые представления, театральные постановки, это должно быть совершенно бесплатно для определенной категории лиц. Это многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры. Отметим, культурная жизнь в Ярославской области насыщенная. Международный Волковский фестиваль «Главная масленица страны» в фестивале Ростовского Кремля. Это лишь малая часть событий, ради которых в Ярославль порой съезжаются гости со всей страны. В самое ближайшее время будут выработаны какие-то взаимоотношения власти и органов культуры, потому что без человека образованного, без человека сложного, без человека разносторонне мыслящего невозможно ни социально-экономическое разведить ничего. Важный момент для меня произошел после доклада, когда мы переговорились с Материевичем на коротке, совершенно сейчас случайно, получилась наша маленькая встреча, и он очень серьезно относится к культуре. Я надеюсь, что его разговор сейчас и о создании какой-то концепции, вот Виктор Геннадьевич, Костин и он сказали, что это отдельно совершенно, они понимают значение культуры в нашем обществе. Кроме того, культура – один из инструментов развития туризма. Показатели в этой отрасли планируются увеличить вдвое. Нина Колотная, Сергей Чекмарек и Денис Сахаров. День событий. Продолжение следует...